Ну, на самом деле, брейк-поинт, каждый брейк-поинт становится все больше и больше. Я бы не сказал, что по атмосфере самой пати можно сказать, что она темница к закату. Вот, разве что стареющий состав людей, которые там тусуются. То есть сама тусовка вся та же, одни и те же люди, которым 10 лет назад было 20 лет, а сейчас, соответственно, уже гораздо больше. Маленькие площадки с детьми, там, на которых и домосценеры выпускают все это детишек ползать, а некоторые детишки уже там бегают. Были такие вот маленькие пакнички с мамами молодыми, которые находили друг друга, видимо, по интересам объединялись. И вот они сидели на улице и ползали. По траве. Вот, мамы обсуждали своих детей, там, я не знаю, сопутствующие вопросы какие-то. Вопрос о том, как съездить на зарубежную пати. Ну, брейк-поинт, можно поехать на самолете, можно поехать на автобусе, а можно как одна девушка, которая поехала туда из Санкт-Петербурга, поехать каким-нибудь хитрым маршрутом, автостопом по Европе и, не знаю, чуть ли не за бесплатно. До Франкфурта на Майне, а дальше поезд туда двухэтажная немецкая речка с вокзала на Франкфурте до Бингена. Обычно оформляется какая-то туристическая виза, либо если, вот, говорите о брейк-поинте, но мы как-то имели хорошие контакты с организаторами и тоже как-то договаривались, нам насылали приглашение от организаторов, то есть уже от имени немецкого юридического лица, что позволяло нам как-то более спокойно проходить. Собеседование в посольстве, потому что у некоторых людей, если нет, то поездок в Шенген, ну, там были какие-то возможные проблемы. Там есть отличные отели в Бингене, маленькие такие, в которых мы жили с удовольствием, и, ну, дело в том, что справку из этих, ну, как вот, распечатку факса какого-то из этих отелей получить зачастую может быть проблематично, это маленькие немецкие отели, там, может, никто не говорить по-английски, например, и, ну, в общем, то есть вот стандартная вот эта справка, не справка, как называется, бронь, это то, что просят обычно предъявить в посольство бронь отеля, то есть на такое мероприятие, которое происходит в маленьком городе, и зачастую эту справку нельзя получить. Бинген, ну, это очень интересный город, это центр, в общем-то, немецкого виноделия, например, и там есть несколько очень-очень интересных таких вот винных бутиков, как они называются, там, ценные столы, винные какие-то, карты очень интересные, вот, немецкие. Амига устарела! Амига устарела! Амига устарела! Выкрики «Амига устарела», кстати, были совершенно не пьяными, а трезвыми. Скорее, их кричали трезвые, я и мои друзья, которые встали от пьяного произвола, который творится на домопате. Домосейнеры, они не очень любят посещать винные бутики, они больше по пиву и по такой вот международной традиции обмена алкоголя. Домопатия, которая существует какое-то время, то есть уже лет пять из России, вот, там, везут в бруйках, вот, из Англии привозят джим и так далее. Но на эсэмбле в Финляндии это запрещено какое-то? Ну, на самой домопатии, конечно, он запрещен, но надо сказать, что есть такая акция, это бузумбли, на которую можно почитать на сайте Люкман. Я лично туда пару строчек написал об этом, но дело в том, что эсэмбле – это пати, где много детей на самом деле, то есть геймеров, скажем так, не то, чтобы детей, да, ничего не имеют против геймеров. Там просто есть люди, скажем так, андо-систен, то есть вот те, кому до 16, соответственно, естественно, на бати нельзя наркотики, нельзя алкоголь, ничего нельзя такого. Домосценеры все-таки, они как-то, в общем-то, повзрослее, они все, ну, празднуют как-то встречу и употребляют алкоголь снаружи, снаружи огромного хоккейного стадиона, да, как-то ларена, домосценеры, собственно, люди постарше, они собираются на камнях, на каком-то традиционном месте, оно, кстати, сменилось в прошлом году или позапрошлом, потому что на старом месте эсэмбле там взорвали какой-то огромный каталат, ну, в скале, может, там, в общем, все это происходит. А с горы, да, кстати, маленькие. Да, это все происходит на скалах. Вузы были вот эта акция, где все пьют, она как-то переместилась, и теперь находится, собственно, в другом месте, куда можно было попасть по GPS-координатам, вот. То есть вот мы, когда пошли, значит, приехали и спросили у организаторов в Бузынгле, потому что у этой акции, у этой пьянки есть тоже организаторы, приглашения такие, ин-витро, так называемые, да, которые приглашают на нее, то есть там все серьезно, как у финнов положено. Вот, нам дали GPS-координаты, и мы, значит, по этим GPS-координатам пошли искать Бузынгле. И, кстати, без координат было бы найти довольно-таки трудно, потому что снаружи это, в общем-то, такой вот лес темный, все тихо, ничего, в общем-то, не предвещает беды, но когда ты заходишь, в общем-то, там самая настоящая, в общем-то, такая вот. Как говорит паук из коротинатала, трэш-угар. Сценарк-квартс – это такое вот подведение итогов прошлого года, и происходит он на Брэкпоинте, да, ну, собственно, церемония награждения происходит на Брэкпоинте. Несколько лет назад, лет пять назад, вот, группа людей, в основном, которые занимаются поддержкой очень известного ресурса, самого большого демо-сценического архива, сценарка, они создали вот такой вот конкурс по системе, достаточно похожий на «Оскар», то есть избираются из разных стран представители, которые выбирают лучшие работы, демо-работы года, демо-сценические по различным номинациям, ну, и вот, голосуют за них, потому что все-таки, кроме того, что есть демо-байты, да, большие, есть и маленькие байты, на которых бывают не менее крутые работы какие-то, да, и просто все-таки у нас люди продолжают релизить работу для себя, без каких-то, не для какого-то конкурса специально, а просто вот так, потому что они могут. Сатуэтка-премия, вот эта вот знаменитая, уже старшая знаменитая, сатуэтка-стануэнгаварца, ее дизайн сделал Джо Лайс, художник, это, в общем-то, его такой вот, его альтер-эго художественный, его герой, который бывает почти во всех его демо, такой вот, такой вот, полужидкий человек, задумчивый, загадочный. У некоторых людей есть по нескольку этих сатуретов, например, у Невиса, нашего, такого, греческого коллеги из Греции, который, главное, лидер группы АСД. По-моему, два года я был русским членом жюри «Санавгаварца», и происходит так, что у тебя есть возможность представить остальному жюри свои любимые работы, да, то, что для тебя, то, что ты считаешь для каждой номинации приемлемым. Те претенденты в какой-то номинации, это уже работа прошедших голосований, то есть это уже жюри проголосовало и выбрал первые пять, так что вот так, то есть, и зачастую спор бывает очень каким-то жарким, то есть обсуждения бывают очень такие, прям, горячие, то есть что лучше то или другое. Кстати, на Skype принцип абсолютно вот этот же принцип судейства, который есть в Оскаре, то есть вот это голосование. На тот момент, когда я был в жюри, к сожалению, у нас как-то без лишних работ практически не было, то есть ничего не оставалось, как продвигается в основном наш спектром работы, которые были интересны. Бест демо, он на олдскул платформе, при том, действительно, олдскул платформа старая, то есть с которой много лет, то есть, например, демо на Nintendo DS не попадает в такую номинацию, потому что DS совершенно не настолько старая платформа, хотя она по своим каким-то характеристикам схожая. Номинации, во-первых, все-таки добавляются, каждый год новые потихоньку. Номинации, естественно, главное – это бест демо, лучше 64 каинтера, лучше 4 каинтера. Есть лучший эффект, лучший прорыв, то есть конкурс новичков, скажем так, то есть люди, о которых никто не знал, и которые заявили о себе, скажем, ворвались в ряды лидеров. Есть такие номинации, которые не пересекаются с конкурсами, а просто, например, лучший эффект, совершенно верно, или лучшая графика в демо, или лучший саундтрек. Лучший эффект – это не значит, что это обязательно должно быть какое-то там дифференциальное уравнение движения жидкости, которое там как-то было облачено в демо. О чем вся компьютерная графика, собственно, то есть красиво показать, красиво обмануть зрителя, ну вот, собственно, это и есть лучший эффект. Я считаю, что это вообще воплощение демо-сцены, скажем, то есть то, что невозможно в других каких-то видах компьютерной графики, это именно кодовские эффекты какие-то.